Россошки. Село в Репьевском районе Воронежской области Российской Федерации. Административный центр Россошкинского сельского поселения. Название села произошло от слова Россош, Рассоха, развилка дорог, разветвление оврага или слияние двух речек. Село Россошки возникло в последние годы 17-го столетия. Поселились здесь служивые, охранявшие южные окраины московского государства. Потомки этих людей стали называться однодворцами, а уже еще позднее, в прошлом столетии, государственными крестьянами. Известно одно из самых ранних документальных упоминаний села Россошки. Сохранилась ведомость церквей нашего края за 1705 год, опубликованная в Воронежской старине. В ней указано, что в 1705 году в селе Россошки Каратаякского уезда была Веденская церковь. В 1722 году во время ревизской переписи житель села Данила Мартынович Нефедов, находившийся в то время в городе Острогорске, показал. Отроду ему Даниле 50 лет и после смерти отца своего за разорением татарским и после разорения за скудостью своего шел в Острогорск. Жил по разным дворам и кормился черной работой по людям, а ныне живет в Острогорске, в рождественском приходе у бабыля у Савелия Петрова Глухого. Эта запись интересна тем, что мы из нее можем узнать некоторые факты из истории села Россошки. Оно было еще до 1672 года. В конце 17 века туда прорвался отряд татар, разорил село и оставил многих жителей без крова. Некоторые из них, не имея ничего в селе, ушли в Острогорск, где было безопасно от набегов татар, но попали в кабалу к богатым острогорцам. В 1746 году в Россошках насчитывалось 28 дворов. Название села такое, потому что речка Девица в своем верхнем течении примыкает с левой стороны на небольшой приток. Подобное слияние двух речек в старину называлось Россах или Россошью. Первопоселенцы выбрали себе место между развилками речки Девицы и ее небольшого притока, поэтому признаку и получило свое название село. Середина 18 века в истории села отмечена одним ярким историческим событием. Его жители участвовали в восстании против поработителей под руководством Гавриила Кремнева. В 1765 году в ряде сел Воронежской губернии состоялись выступления крестьян-однодворцев против царизма. В этом выступлении были организованы беглые солдаты. Прибыв из Устанского уезда в село Новосолдатку, Гавриил Кремнев объявил себя царем и пообещал крестьянам снять тяжелые подати. Народ поверил Кремневу, оказывал ему всякие почести. Из Новосолдатки Кремнев собрался в Россошке, чтобы подготовить эту встречу в Россошках. Выехала жена новосолдатского крестьянина Уколова и рассказала о том, что к ним будто бы прибывает царь Петр III. На другой день в Россошке выехал Гавриил Кремнев в сопровождении свиты, набранной в Новосолдатке. Крестьяне восторженно встретили царя-батюшку, целовали ему руки, ноги, носили его на руках, а Гавриил Кремнев достал крест, и тут состоялась церемония принятия присяги. Жители села Россошки с нетерпением ждали, что скажет им царь Гавриил Кремнев. Он объявил, что уничтожит рекрутский набор на 12 лет. На такой же срок он обещал отменить сбор подушной подати, заменив ее оброком по четвертаку муки и по два гарнца крупы. Но по пути в Воронеж Кремнева схватили царские войска. Он и несколько его сподвижников были сосланы в Нерчинск на каторжные работы. В конце XVIII века частью земли Россошкинских крестьян завладели помещики Левин и Башкатов. Сохранились данные о селе за 1796 год. Они имеются в экономическом примечании Каратаякского уезда. Там указывается, что в селе 54 двора, 374 жителя, главным образом – однодворцев. И в это число входят и крепостные крестьяне-помещиков Левина и Башкатова. В селе стоял господский деревянный дом, а помещики эксплуатировали своих крепостных крестьян-однодворцев. Формально не было зависимости у крепостников, но в Кабале у них были также и часть общественных крестьян-однодворцев. В этом же документе сообщалось, что земля, принадлежащая крестьянскому селу Россошки, была черноземной, хлеб и покосы на ней родились. Это все в указанном документе хранится в Центральном архиве древних актов в городе Москве. По данным 1900 года в селе Россошки насчитывается 191 двор и 1256 жителей. Село входило в Войскинскую волость и составляло Россошкинское общество. Оно имело земельный надел 2841 десятину. В селе была церковь, церковно-приходская школа, две водяные мельницы, крупорушка, принадлежащая богатым, кузница, винная лавка и две торговые лавки. В 1906 году, помимо церковно-приходской школы, была небольшая земская школа. В ней вместе учились 61 мальчик и 18 девочек, что значительно меньше общего числа детей школьного возраста. Новая жизнь началась в Россошках после Великого Октября. В 1930-е годы в селе образовали три колхоза. Один из них – «Светлая жизнь». Позднее объединились все артели в один колхоз. Повысилось и благосостояние колхозов, изменился внешний вид села. Все меньше и меньше становится здесь маленьких приземистых избушек. Их место занимают просторные дома и современная обстановка. Насчитывается свыше 300 дворов. Живет 1100 человек. В селе имеется школа средняя, колхозный клуб, украшенный колоннами. А в нем зрительный зал на 300 мест, библиотека с читальным залом. Есть медпункт, роддом, сельская баня. Таким стало сейчас село Россошки. По воспоминаниям жителей села Россошки Золотарева Ивана Егоровича 1915 года рождения, мы узнаем, что в 1928 году в селе был создан колхоз, куда вошли жители одной улицы. Назвали его «Светлая жизнь». Председателем стал Елисеев Стефан Петрович. В 1929 году в селе организовали еще два колхоза имени Красной Армии и имени Буденного. В 1930 году все три колхоза объединились в один, который назвали «Светлая жизнь». Он просуществовал до 1960 года. В 1960 году его соединили с колхозом имени Фрунзе в селе Новосолдатке, а в 1964 году вновь разъединили. И опять он стал носить свое название до 1971 года, когда его по решению райсовета присоединили к колхозу «Путь Ленина» в селе Платава. В 1978 году колхоз вновь отделили, и он стал самостоятельным хозяйством с названием «Дружба». В 1992 году колхоз реорганизовали в акционерное общество закрытого типа «Дружба». Первым председателем объединенного колхоза в селе Россошки был Золотарев Иван Васильевич. После его несколько лет работал председателем колхоза Рахманин Павел Михайлович. Перед войной руководителем колхоза были присланы из района работники, фамилии которых не сохранились. В 1934 году в селе Россошки была создана комсомольская организация, которой до 1942 года руководил активный комсомолец, а потом член ВКПБ Золотарев Иван Егорович. Перед Великой Отечественной войной в ней насчитывалось более 70 комсомольцев. В июле 1942 года по январь 1943 года село Россошки было оккупировано немецко-фашистскими войсками. С 1946 года по 1956 год колхозом руководил вернувшийся с фронта орденоносец Золотарев Иван Егорович. В 1946 году в селе была создана партийная организация, которой руководил сельский фельдшер, участник Великой Отечественной войны Золотарев Михаил Андреевич. С 1968 года по 1971 год председателем был Дерябин Иван Николаевич. С 1984 года по 1990 год Веселев Виктор Филиппович. С 1990 года по март 1999 года Золотарев Николай Петрович. С марта 1999 по март 2000 года работал Гончаров Василий Владимирович, а с марта 2000 года работал Тамбовцев Александр Федорович. В настоящее время в селе Россошки действует средняя школа, медпункт, библиотека. На 2018 год в селе проживает 449 человек.